Вероника говорит, какой формат обмен клятвами кажется самым хорошим для вас? Формат обмен клятвами на церемонии вы имеете ввиду? Я не могу сказать, какой самый хороший, я могу сказать варианты. И здесь, наверное, зависит больше от темперамента человека, который говорит эту клятву. Потому что, если заставить, например, жениха, который, в принципе, не любит такие вещи, не любит рассказывать о своих чувствах при всех, прилюдно, и заставить его говорить какую-то клятву, мне кажется, что ему будет крайне некомфортно, поэтому здесь это просто не вариант. И от того, что я скажу, ребята, берите микрофон и обязательно говорите клятвы друг другу, глядя в глаза, ну, от этого никому ни горячо, ни холодно не будет. Что можно сделать? Можно сделать первый вариант. Это, как я и сказала до этого, взять микрофон и сказать друг другу пару слов. Кстати, у нас были пары такие, когда, например, жених говорил клятву, а невеста не говорила, потому что вот невесте некомфортно. Она говорит, я не могу, мне не нравится, мне некомфортно, я лучше... Вот какие-то такие вещи, которые личные, я лучше ему скажу, когда мы останемся наедине, я ему скажу все, что хочу сказать. Были пары, когда невеста говорила, например, какие-то слова, а жених, наоборот, не говорил. Были пары, когда жених говорил что-то там много, невеста говорила там буквально пару слов, потому что не могла сказать... Были пары, которые выучивали, заучивали свои клятвы и говорили длинные, хорошие клятвы друг другу, глядя в глаза. Были пары, которые доставали на листочки клятву свою и читали эту клятву. И в этом тоже нет ничего абсолютно плохого, если вы понимаете, что не сможете сказать, глядя в глаза, потому что можете растеряться. Потому что много людей на вас смотрит, ну, да всякое, в общем, можно представить, в общем-то, можно спокойно это прочитать с листочкой, если вам так проще, если вам так легче. Дальше варианты, да, у нас были пары, когда ребята понимали, что, ну, категорически они не смогут сказать и даже прочитать они не смогут эти клятвы, поэтому им гораздо проще, чтобы что-то звучало извне. И в таком случае ребята заранее записывали свои клятвы, записывали на аудиоформат какой-то. Мы накладывали музыку либо сразу на аудиоформат, либо просто поверх какой-то музыки включали их голоса, и они друг другу, ну, в общем-то, вот просто держали за руки, и в этот момент звучали клятвы для ребят. Такой формат тоже был, и это тоже очень трогательно, я не могу сказать, что это хуже или лучше, что кому подходит больше. Были пары, которые свои клятвы вообще передавали через других людей. То есть, например, регистратор рассказывал какие-то вещи про пару, про их отношения, и регистратор говорил о том, что вот ты знаешь, там, жениху, да, ты знаешь, вот ей очень хочется сказать тебе очень много там определенных слов, но она переживает, что сейчас там слезинка покатится за ее глаз, и поэтому с твоего позволения это скажу я. И вот регистратор зачитывает эту клятву, то, что хотела бы невеста сказать жениху, или там, наоборот, жених хотел сказать невесте. Тоже абсолютно хороший формат, и тоже очень-очень трогательно проходит, очень здорово. Мне вообще нравится, я могу сказать, вот, да, вот если возвращаясь к клятву, мне вообще очень нравится, когда у ребят есть, знаете, такое разграничение в свадебном торжестве на несколько этапов, так скажем. Когда есть вот такой трогательный этап, никогда все, знаете, все весело, всем все весело, и даже там та же церемония такая, она такая лайтовая, веселенькая, чтобы посмеяться, пошутить. Ну, это нравится мне, но это не означает, что так правильно, да, это может не подойти вам, например. Просто я высказываю свое мнение, повторюсь. Когда, мне нравится, когда первый этап, он какой-то такой трогательный, когда еще все немножечко не так раскрепощены, да, когда гости могут пустить слезинку от того, что жених сказал что-то трогательное, или там, невеста сказала что-то трогательное, или просто услышали какую-то очень трогательную историю знакомства молодоженов. А после этого уже, когда есть переход от церемонии к банкету, там, через фуршет, или просто напрямую, да, гости переходят на банкет, банкет уже меняет настроение гостей, и здесь уже получается веселье, отжиг, танцы, там, и так далее, и так далее. Мне кажется, что вот этот перепад настроения, когда есть, когда гости и всплакнули, и после этого и посмеялись, он дает максимальный вот этот вот выход эмоциям всем гостям, и гости уходят с ощущением, что вот действительно на свадьбе они испытали все эмоции, действительно они и расчувствовались, они и посмеялись, и потанцевали, и есть ощущение, что вот такая, такая приятная усталость, и ощущение, знаете, как будто вот ты выпустил все эмоции, какие только можно, и это такие вот мероприятия, они очень-очень хорошо запоминаются. Возвращаясь все-таки к клятвам, да, как вариант, что еще можно сделать? Очень здорово, например, когда в этом действии также могут участвовать кто-то из близких, там, бабушки, дедушки, родители, и они, например, тоже могут передать какие-то слова, которые не могут по какой-то причине сказать друг другу в данный момент молодожены, молодожены передают эти слова через своих близких. Это тоже очень здорово, очень интересно, когда подключаются родственники и говорят о том, что, ты знаешь, вот когда она впервые там пришла со свидания, там, которое прошло с тобой вместе, у нее горели глаза, и мне сразу стало все понятно. И вот я хочу тебе сказать то, что, может быть, ты не знаешь. И вот, там, допустим, папа или мама или дедушка рассказывают какие-то такие вещи, и это безумно тоже трогательно, это безумно цепляет, и это тоже можно смело использовать на мероприятии. Это могут быть друзья, это могут быть подружки, это может быть в принципе отсутствие клятвы, это может быть видеоклятва, это может быть в формате запечатывания напитка. То есть вариаций много, и останавливаться только на варианте, когда жених держит микрофон или невеста держит микрофон, не стоит, подумайте, поразмышляйте, что для вас ближе, что вам хотелось бы, в каком формате вам хотелось бы, чтобы это прошло, и я думаю, что это будет и вам приятно, и вашей второй половинке приятно, и вашим гостям приятно. КОНЕВА ИРИНА КОНЕВА ИРИНА